В беседах с начинающими психологами, впрочем, как и с уже опытными коллегами, мне довольно часто приходится слышать жалобы на затруднения, как в диагностике, так и в общем понимании хода терапевтического процесса. Иногда на непонимание того, что с ними или с их близкими происходит, мне также жалуются и клиенты. Вот о сложностях и тонкостях такого понимания мы с вами сегодня и поговорим. Здравствуйте, с вами психолог Александр Матяш, и наша сегодняшняя тема посвящена проблемам диагностики и понимания общего хода терапевтического процесса. Начнем с диагностики. Здесь очень много путаницы. Надо сказать, в весьма значительной степени ее привнесли и сами мои коллеги. Особенно большую лепту в этом деле привнесли авторы популярных статей типа «9 признаков психопата» или «5 признаков того, что перед вами нарцисс», или «Как распознать в своем знаком шизофреника», ну и так далее. Самыми токсичными в них, пожалуй, является утверждение типа «Нарцисс всегда», «Психопат никогда» и тому подобное. В жизни все, однако, гораздо сложнее. Например, я знаю огромное количество нарциссов, способных расчувствоваться от малейшей малости. Нарциссов, льющих слезы ручьями при просмотре какого-нибудь сентиментального фильма. Одна моя пациентка-нарцисс рассказывала, например, что она буквально ночами не спит от сострадания ко всем живым существам вообще и ко всем тем, кто, на ее взгляд, нуждался в сочувствии в частности. При этом она, однако, была закоренелым нарциссом. Почему? Потому что дальше декларации о сочувствии, рассказывавшихся надо отдать должное с большим мастерством, у этой девушки и дело никогда не заходило. А если кому-то из ближних нужна была действительная помощь, которую нельзя было потом выгодно преподнести, то их всегда ждал холодный отказ. При этом абсолютно любые попытки вывести ее на чистую воду заканчивались неизменным провалом и встречными обвинениями. И все это, естественно, тут же заливалось мощным потоком горючих слез от того, что ее никто не понимает и не ценит. Другой мой пациент-нарцисс перманентно испытывал спазмы мощнейшего чувства вины за то, что он бесчувственно и бездушно обходился со своими близкими. И это был не нарциссический стыд, а самое настоящее чувство вины, сопровождавшееся мощнейшими угрызениями совести. Самое поразительное в этой истории, однако, то, что со слов его родных это никак не мешало ему и дальше их тиранить. Как у него это сочеталось? Да очень просто. Нарциссический абьюз происходил в суженном состоянии сознания и совершенно не рефлексировался. А угрызения совести допекали тогда, когда оно, сознание, слегка расширялось. Да, в итоге я смог найти ключ к его проблеме и помочь ему решить ее, но это уже совсем другая история. И сейчас речь не о ней. Что во всех этих многочисленных перечнях и списках свойств и качеств сбивает с толку? Самое главное их отличие от реальной жизни состоит в том, что они крайне редко встречаются в том полном комплекте, в котором их обычно перечисляют. Если это происходит, то, как правило, в случаях уже совсем грубой психопатологии. А вот, кстати, обратное, то есть если психопатология грубая, то все ее признаки сразу налицо. Вот это бывает далеко не всегда. Более того, психолог может столкнуться, и это бывает довольно часто, с такой ситуацией, когда самые разнообразные признаки различных психических расстройств перемешаны в таких невообразимых комбинациях, какие вам ни один учебник по психиатрии не придумает. В этом смысле, как, впрочем, и во многих других, жизнь намного сложнее, чем это описывается даже в самом лучшем из учебников. Если к этому добавить, что пациент всегда, или почти всегда, бессознательно стремится показать себя с лучшей, чем он есть стороны, то мы получаем вполне себе картину маслом, как говорил один экранный персонаж. В этом мире неясного и нерешенного запутаться, конечно, легче легкого. Как же быть? Ответ и прост, и сложен одновременно. Используйте психодиагностику только в качестве самого первоначального, грубого приближения к реальности пациента. Психологические и психиатрические термины, тем более, никогда не должны заслонять от вас его личность. Самое главное требование к пониманию клиента – это, чтобы он всегда оставался для вас живым человеком, чья боль, запросы, мечты и страдания не заслонялись бы от вас шелухой психологической терминологии и ярлыками. На чуть более продвинутом, чем первоначальное знакомство, этапе вам необходимо будет отказаться от всех диагностических инструментов, поскольку даже самый тонкий инструмент все равно начнет играть роль завесы, отделяющей вас от реальности пациента. Только непосредственный контакт. Должны остаться только ваша психия и его. Любой посредник, будь то диагностические инструменты или какие бы то ни было позаимствованные вами откуда-то извне методы, станут вас отделять от реальности его психики. Не позволять вашей работе стать настолько тонкой, насколько это требуется, чтобы она приобрела характер действительно успешной терапии. Следующая проблема уже касается самого хода терапевтического процесса. Первое, с чем должен столкнуться практикующий психолог, это с потрясающей разницей между тем впечатлением от сеанса, которое демонстрирует клиент, и реальным разворотом от проведенной терапии в его психике. Здесь, надо честно признаться, различие может разворачиваться в обе стороны. Ваш клиент может демонстрировать все признаки предельной перепаханности и даже глубокой трансформации, но на следующем сеансе может выясниться, что ничего особенного не произошло, никакие проблемы никуда не ушли, и вообще никаких особенных сдвигов и перемен в себе ваш пациент не наблюдает. Но, однако, может быть и наоборот. Ваш пациент демонстрировал на сеансе все признаки сопротивления, спорил, ничего не принимал, ни с чем не соглашался и ушел с плохо скрываемым раздражением и едва ли не разочарованием. Однако, на следующей сессии он вдруг может объявить, что ночь не спал, и в его душе наконец-то произошел такой глобальный перепах и разворот, повлекший за собой такие глубокие осознания, которые изменили его навсегда и уже никогда не сделают его прежним. «Я наконец-то понял, что вы имели в виду! До меня наконец-то дошло, как мне нужно измениться! Как я не понимал этого раньше!» и так далее. Подобного рода заявления слышать, конечно, очень приятно любому психологу. Однако, вы должны понимать, что на этом оценочная акробатика далеко не всегда заканчивается. Любые оценки ваших непосильных трудов на благо пациента могут еще 10 раз поменяться. Причем в любую сторону. Вывод. Оценку вашей работы вашим пациентам обязательно надо учитывать, но ни в коем случае под нее не подстраиваться. Гораздо важнее любой оценки, та динамика продвижения в терапии, которую демонстрирует вам ваш пациент. Насколько он вообще меняется, насколько меняются его позиции, отношения, взгляды, приоритеты и прочее. В общем, самый наиважнейший показатель – это показатель его внутреннего роста и глубинных трансформаций его базовых установок. Если они имеют место быть, значит терапия прогрессирует и движется в нужном направлении. Если нет, то неважно, как вам относится пациент, какие дифферамбы он вам поет и как оценивает сам терапевтический процесс. Вам придется подумать о том, что не так, и что вам придется поменять, чтобы добиться нужного результата. И еще одно наблюдение, которым я хотел с вами поделиться. Оно больше касается семейной терапии, хотя, надо сказать, что и не только. Консультируя семейные пары, я неоднократно с удивлением замечал, насколько сильно отличаются версии супругов друг от друга, особенно когда речь заходила о внутрисемейных конфликтах. Разница бывала настолько большой, что иногда складывалось такое впечатление, что люди рассказывают о совершенно разных людях, семьях и ситуациях. При этом в обычной повседневной практике эти люди демонстрировали совершенно нормальный, здравый смысл. Однако, как только речь заходила о внутрисемейных отношениях, от обычной адекватности не оставалось и следа. Упреки, обвинения, передергивания, да и просто выдумывания того, чего не было, и вытеснения того, что имело место быть, сыпались, как из рога изобилия. Возникает такое впечатление, что я общаюсь с галлюцинирующими наяву психотиками, хотя только что я разговаривал с совершенно нормальными и обычными людьми. При этом, когда это все происходило на сеансе на троих, то есть на совместной терапии, обстановка накалялась мгновенно. И совершенно нормальную минуту назад люди выходили из берегов, демонстрируя готовность прямо вцепиться друг к другу в глотки. Глядя на это светопредставление, я не раз вспоминал старину Юнга, сказавшего как-то, что семья – это место, где у людей всплывает и проявляются даже самые тщательно скрываемые, вытесняемые и маскируемые проблемы. Цитата недословная, разумеется. Что меня в этом маленьком шапито больше всего изумляло? Изумляли две вещи. Во-первых, насколько стройной, логичной и убедительной была позиция каждого из супругов. Ну вот просто не прикопаешься. Вся их передернутость и предвзятость была скрыта от посторонних глаз настолько искусно, что можно было подумать, что здесь поработал какой-то великий логик и мастер полемики. Однако это были обычные люди, и над убедительностью их позиций прекрасно поработало только их бессознательное. Именно оно отшлифовало безукоризненность их позиции, убрав из их рассказа те факты, которые полностью противоречили, и исказив и переврав до неузнаваемости те, которые можно было оставить, но только чутка их подрихтовав, так сказать. И второе, конечно, это то, сколько раздражения, негодования и прямой агрессии демонстрировалось тогда, когда один из супругов выводил второго на чистую воду. Причем здесь наблюдается четкая закономерность. Чем сильнее было когнитивное искажение и предвзятая позиция, тем мощнее волна агрессивных эмоций, обрушивавшихся подобно цунами на бедную голову другого супруга. Требуется немало искусства и определенный навык для того, чтобы не допустить развития такого диалога по разрушительному сценарию. И даже более того, добиться того, чтобы из этой полемики выросло что-то конструктивное, а не обычная перепалка. Впрочем, рассказы об этих навыках я как-нибудь посвящу отдельный ролик. Ну и, наконец, последнее, о чем мне хотелось бы сегодня вам рассказать. Иногда, общаясь с пациентом, я вижу и чувствую его бессознательную позицию. И знаете что? Когда я начинал к ней потихоньку подбираться, то временами с удивлением замечал именно ее, этой бессознательной позиции, реакцию. Ее, а не самого пациента. Когда я готовил ей какую-нибудь ловушку из-под боль, сплетая свои сети вокруг нее, и, собираясь в какой-то момент ее захлопнуть, то я с удивлением обнаруживал именно ее реакцию, как будто идущую ко мне через голову пациента. Захлопнуться эта ловушка должна была для бессознательного. А с точки зрения пациента это должно было восприниматься как просто внезапное расширение сознания и осознание того, что до этого носило вытесненный характер. И вот, прямо перед решающим моментом пациент мог вдруг очень сильно напрячься или наоборот начать по-дурацки хихикать. Самое поразительное здесь то, что пациент сам не может объяснить свои реакции. Он откровенно говорит, что не понимает, почему он себя так ведет. Но я-то понимаю, и его бессознательное понимает. И такие случаи далеко не редко в терапевтическом процессе. Сам пациент, надо сказать, присоединяется к нам в своем понимании только после того, как ловушка для его бессознательного захлопывается, и у него происходит расширение сознания. Однако, после этого расширения из нашей беседы исчезает уже само бессознательное. А вот так, чтобы они оба в нее присутствовали, бывает довольно редко. Хотя бывает. И это, конечно, совершенно особый случай, о котором надо говорить отдельно. Так что, как видите, течение терапевтического процесса представляет из себя довольно сложный и коварный поток, наполненный самыми различными ловушками. И уж поверьте мне, я перечислил только и малую их толику, подводными камнями и водоворотами. И удержаться в его русле, не выскочив на какой-нибудь песчаный отмель или не напоровшись на подводную скалу, не всегда бывает просто. Однако, если вам удалось по нему пройти, и не только пройти, но и провести по нему кораблик своего пациента, то в итоге вы получаете самую бесценную награду. Ощущение того, что вы смогли помочь человеку тогда, когда ему уже казалось, что его судно обречено, и никто ему уже не поможет. С вами был психолог Александр Матяш. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Этим вы поможете продвижению канала. Всего вам доброго и до следующих встреч в эфире.